Продолжение следует... Получается, это все руководство Института горного дела принял. Давайте поговорим, познакомимся, расскажем. Или Андрей Николаевич скажет, что ли? Да нет. Благодарить за помощь в поведении уже в сентябре конференции международной. Потому что, действительно, прошла на очень высоком уровне, явилась таким значимым событием не только для нашего региона, но и была так положительно оценена в стране нашей. Собрали мы, несмотря на особый режим, значительное количество участников, у нас больше 150, много иностранцев было. Организовали трансляцию на мировые ресурсы информационные. И в результате этого у нас принимали участие ученые, специалисты из Австралии, Китая, Германии, ближнего зарубежья и дальнего. И это, значит, позволило нам действительно высветить все те проблемы, которые стоят в мировой горной науке и горной практике. И вот совместно с коллегами определить основные направления, усилия, которые необходимо выполнить, чтобы эти недра осваивались эффективно, безопасно для экологии. И особенно важно, на наш взгляд, чтобы это приносило пользу и территориям, на которых эти месторождения расположены. Это особенно важно, потому что в конечном итоге экономическое развитие территории – это наш приоритет. У нас есть на этот счет отдельные соображения, мы потом, если позволите, вам об этом сообщим. А сейчас очень кратко я хочу проинформировать вас о нашем институте. Мы специально еще дополнительную информацию вам на стол положили. Институту два года назад было 35 лет, то есть срок такой небольшой, немаленький, но тем не менее по этому направлению коллектив. У нас сейчас порядка 140 человек, есть там и доктора, и кандидаты наук. Мы выполняем работы по территории всего Дальневосточного региона, это Якутия, и Приморье, и Забайкальский край. Но, конечно, наш приоритет – это все-таки Хабаровский край, хотя есть у нас объекты, даже в Мурманской области находящиеся. Мы хотели бы все-таки в своей разработке предлагать более широкому кругу недропользователей, разработки унапаемых, переработка, в том числе глубокая переработка, комплексная переработка, что тоже очень важно. Вопросы экологии мы решаем, вопросы безопасности. Есть у нас наработки и по стратегии развития минерально-сырьевого комплекса. Мы можем потом более подробно вам об этом рассказать. Есть у нас интересные разработки, например, по переработке руд Малмышевского месторождения. Это сейчас такой крупный проект институционный, он важен для Хабаровского края. Есть у нас опыт сотрудничества, правда, он пока еще такой не очень большой по данному объекту. И первые результаты показывают, что наши технологии, я подчеркиваю, это российские технологии, они не уступают западным технологиям. А в каких-то вопросах мы считаем, они не только конкурентоспособны, но и могут даже оказаться менее затратными и экологически безопасными. Если потом у вас появится интерес, то Артур Геннадьевич, автор этих разработок, он будет даже немножко поподробнее о них рассказать. Кроме вот этого месторождения, которое сейчас привлекается в эксплуатацию, там, конечно, много еще работы. И мы на всех стадиях готовы подключаться. Есть и другие тоже перспективные объекты, в том числе очень крупные, которые надо изучать, но в перспективе осваивать. Они тоже заинтересовали недропользователей, на них получены лицензии, но пока это еще в начале пути. Мы готовы тоже здесь подключиться самым таким активным образом. Ну, это вот, если кратко, вот в нашем институте научных, значит, фундаментальных исследований, прикладных вопросами проектирования. То есть, есть у нас опыт, есть соответствующие полномочия. Мы здесь тоже активное участие принимаем, и вот у нас сейчас, получается, многие наши выпускники не только у нас работают, но по всему региону уже многие готовки хорошие. Но, значит, с учетом появления новых объектов, таких крупных, как Малмышевское месторождение и другие там активно изучаются, осваиваются, необходимо, значит, расширить этот перечень специальностей, направления обучения. И у нас, значит, был разговор там уже не один даже с ректором Тихотеанского университета, чтобы, значит, вот такой перечень расширить и даже, как бы, создать целый, там, факультет, или сейчас институт, говорят, направление, связанное с освоением, значит, горно-металлургического, я подчеркиваю, металлургического сектора. Потому что, вы знаете, вот, Вамурский завод металлургический, там, который сейчас, там, вторая очередь строится, тоже важный для региона, он тоже потребует, значит, кадрового обеспечения. И здесь мы свою, как бы, тоже роль видим. Я, кстати, об этом говорил недавно. Научных регалий еще член общественного совета, премьер-медерство природных ресурсов. Так. То есть мы, конечно, опытных товарищей привлекаем к нашей общественной работе. Во-вторых, значит, институт этот, ну, можно, да, без стеснения назвать его кузницей кадров. Значит, научные сотрудники, которые были в недрах возвращены этого института, они работали и в Министерстве природных ресурсов по горной промышленности. И в дальнейшем они сейчас являются одним из руководителей компании «Полиметалл». Ну и плюс, значит, нам предстоит большая работа уже в текущем году. Это разработка стратегии развития горнодобывающей промышленности на период от 3 до 5 лет, куда мы обязательно будем привлекать научный потенциал института. Вот такое вот небольшое добавление. Действие. Меня больше интересует, почему все залежи здесь, а почему в центре России ничего нет? С чем связано? Я думаю, с этой Россией все-таки кое-что есть. Или все уже забрали. Мы многое, если по разнообразию судить, то дальний крупный, который давно разрабатывается. Поэтому... Ну, связано это с историей, да, соответственно? Да, ну, вот геологи, они бы там, наверное, вам целую концепцию там развернули. Но это во многом вот элементы, и за счет вот этих процессов действительно тут образовалась целая группа различных месторождений, в том числе григоцетов. Ваши задачи все доставят. Ну, тут еще можно рассуждать, что плохо жить, то есть где-то есть какая-то геологическая активность, такая историческая, видимо, неудобство. Кстати, обеспечить полноту излучения нетр, это записано и в законах соответствующих. Это, как бы, тоже важная задача. Действительно, наука, она считает, что надо добывать комплексно, то есть целый ряд компонентов. А для этого нужны... Как вы мне показывали, суперсовременная технология? Это хорошая технология. Хорошая технология, нам, правда, знают, вот, и когда там какие-то вопросы возникают, мы всегда с ними хорошо, нормально работаем. Все-таки не к вам вопрос. Белые пятна означают, что там ничего нет или что там недоисследовано? Пока недоисследовано. Ну, то есть, спины... Но мы уверены, что есть и месторождения, которые еще не найдены. Может, мы вообще на них сидим? Может быть. Сейчас у нас Албазино, да, Белогорская Моговершинная Полянка. Албазино, не представляешь. А Многовершинная, это кто? Это вот они и есть. Они же? Да, там два проекция. Это Моговершинная, белая. Она только, только вот вводится в эксплуатацию. Полянка, это москвичи, московская ферма. Обожает, наверное, и представляет. По кругу над количеством добытчиков, вот всех этих. Знаете, у нас вот здесь очень высокая и большие перспективы дальнейшего роста. Поэтому, значит, к недрам большой интерес. То есть, даже повышенный, я бы сказал, интерес. Что, в общем-то, оправдано. То есть, сейчас эти лицензии там активно разбираются. Многие там планируют работы эти. И здесь, с одной стороны, вроде это хорошо. В то же время, мы считаем, что нужна определенная координация этого всего процесса. Поэтому, вот Андрей Николаевич упомянул вопрос о стратегии. Мы считаем, это очень важная задача. То есть, она не только даже такая краткосрочная нужна, она должна быть среднесрочной. Среднесрочная. А у Роснедра я нет? Я просто еще не поговорил. У нас есть планы. Вот планы. Значит, план мероприятий. Значит, мы... Это очень тоже правильно сделано. Последние пять лет мы видим, значит, какие перспективные там объекты изучаются, какие-то вводятся в эксплуатацию. Вот. Есть стратегия развития Хабаровского края. Но там, значит, горнометаллургическому комплексу очень мало внимания. Ну, то есть, небольшой раздел, потому что там невозможно развернуть это широко. Вот. А стратегия, значит, такая серьезная стратегия для развития именно, значит, горнодобывающего комплекса, чтобы это не только, значит, заключалось именно в освоении месторождения, а чтобы это в конечном итоге приводило к развитию, значит, тех территорий, где это расположено, и края в целом, пока она, как бы, есть только в таком фрагментарном, значит, виде. А здесь очень важно, значит, вот как-то этот вопрос, в этот процесс все-таки скоординировать с тем, чтобы, во-первых, ну, эти недропользователи как-то, значит, между собой взаимодействовали в части хотя бы, например, создания инфраструктуры. Инфраструктура, имеется в виду, там, дорожная сеть, она должна быть тоже с учетом не только, значит, вот освоения этих месторождений, но и с учетом тех поселений, которые есть там. Наследие. Да. Значит, должна быть, значит, энергетическая составляющая. То есть многие районы, они сейчас там, ну, на дистопливе там живут, это, конечно, экономика там никакая не выдерживает. И вот эти вопросы там, ну, и ряд других там, кроме того, что вот эта горная-то отрасль, она сейчас на подъеме определенно, не только вот даже вот кризисные явления есть, а она развивается, значит, и есть какой-то там, значит, с положительной динамикой, она за собой может потянуть и другие, значит, какие-то отрасли, транспортную составляющую, строительную составляющую, энергетику, всякий сервис и так далее. Это в итоге рабочие места, это налоги, это как раз то самое, что требуется территориям. Потому что, ну, есть у нас там авиационный завод, есть судостроительный завод, вот, но есть и недры. Они сейчас там дают порядка 8, там, процентов. На наш взгляд это недостаточно, то есть потенциал выше здесь. Единственное, правильно, как бы, все это дело, значит, сформировать, как бы, запустить эти процессы. И здесь вот такая стратегия могла бы помочь. Видение, вот, в первую очередь, руководства. И мы могли бы к этой работе тоже подключиться. Давайте закажем вообще. Кроме добычи и там первичной переработки, можно было даже подумать о строительстве, значит, металлургического комбината для, значит, получения уже металла. Сейчас это там отправляется в Новосибирск, что с точки зрения логистики, ну, и науки там остается. А здесь это нужно было бы сделать в крае. Это тоже такая, достаточно, ну, подобно, что-то подобное, как вот в Амурске. То есть это в Амурске, это, ну, хорошее, действительно, отличный проект инвестиционный. Подобный можно было бы, значит, сделать для переработки цветных металлов. В том числе. Поэтому он, как бы, все равно будет реализован. Я думаю, что тут эта идея, она уже давно, как бы, носится в воздухе. Единственное, если мы, как бы, вместе вот решим, что это нужно, важно и как-то, значит, подтолкнем этот процесс, ну, естественно, в рамках, так сказать, действующего законодательства, то этот проект будет быстрее реализован со всеми вытекающими последствиями отсюда. Кстати, у нас проектов такие есть, которые... Ну, да, смотрит там, где там сложные моменты, там помогает. Ну, и наука могла бы здесь быть полезной. По-разному вопросу. Будем вас везде привлекать, это очень правильно. Институт горного дела. Я, знаете, тоже еще хотел сказать, что наш институт, он выступил в базовой организации. У нас в прошлом году произошла реорганизация, и практически все наши институты академические, которые в Хабаровском крае находятся, они объединились в Хабаровский федеральный исследовательский центр. Это как раз вот. Ну, вот, мы вот все, были все выходцы, значит, все из горного института, поскольку мы были базовой организации, то есть сначала они все были присоединены к нам, потом, значит, мы создали такую крупную федеральную структуру научную, которая здесь, на Дальнем Востоке, ну, во всяком случае, я не знаю, там, это, наверное, по всему Дальнем Востоку, это вот, по потенциалу, это самое сильное подразделение получилось. То есть у нас там порядка 40 докторов, там, больше 100 кандидатов, члены академии есть. И, значит, вот это, как бы, федеральный центр, мы собираемся, обсуждаем тоже вопросы. Тут федеральный центр для края, в первую очередь. У нас там много, у нас, значит, у вас будет возможность, мы бы хотели бы там, ну, тоже встретиться уже в таком расширенном составе. Давайте. От лица, как говорится, федерального центра, там, сделать определенные презентации, там, наши возможности. Но это шире, чем у вас. Это шире, значительно шире, да. И, значит, где бы мы могли поучаствовать для того, чтобы, ну, край развивался. Какую площадку используем? У вас есть зал или у нас соберемся? Ну, у нас есть зал, но я думаю...